В 1984 году президент США Рональд Рейган объявил о начале работ по созданию международной орбитальной станции, в 1988 году проектируемая станция была названа Freedom, Свобода. В то время это был совместный проект США, ЕКА, Канады и Японии. Планировалась крупногабаритная управляемая станция, модули которой будут доставляться по очереди на орбиту кораблями Space Shuttle с 1981 года. Но к началу 1990-х годов выяснилось, что стоимость разработки проекта слишком велика и было принято решение создать станцию совместно с Россией. Россия, унаследовавшая от СССР опыт создания и выведения на орбиту орбитальных станций Салют, 1971-1991, а также станции Мир, 1986-2001, планировала в начале 1990-х создание станции Мир-2, но в связи с экономическими трудностями проект был приостановлен. 17 июня 1992 года Россия и США заключили соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса. В соответствии с ним Российское космическое агентство, РК, и НАСА разработали совместную программу Мир Shuttle. Эта программа предусматривала полеты американских многоразовых кораблей Space Shuttle к российской космической станции Мир, включение российских космонавтов в экипажи американских шаттлов и американских астронавтов, в экипажи кораблей «Союз» и станции Мир. В ходе реализации программы Мир Shuttle родилась идея объединения национальных программ создания орбитальных станций. В марте 1993 года генеральный директор РК Юрий Коптеф и генеральный конструктор НПО «Энергии» Юрий Семенов предложили руководителю НАСА Дэниелу Голдину создать Международную космическую станцию. При этом в 1993 году в США многие политики были против строительства космической орбитальной станции, в июне 1993 в Конгрессе США обсуждалось предложение об отказе от создания Международной космической станции, это предложение не было принято с перевесом только в один голос, 215 голосов за отказ, 216 голосов за строительство станции. 2 сентября 1993 года вице-президент США Альберт Гор и председатель Совета министров России Виктор Черномырдин объявили о новом проекте подлинной Международной космической станции. С этого момента официальным названием станции стала Международная космическая станция, хотя параллельно использовалась и неофициальная, космическая станция Альфа. 1 ноября 1993 года РК и НАСА подписали детальный план работ по Международной космической станции.